Всем привет! Привет! Добро пожаловать в молодую пару! И новогоднее безумие, которое в воскресенье тоже безумие! А не традиционные ответы на вопросы! Фильм, фильм, фильм! Ну что, достаем очередной, мы видите как и отстаем, 12-й, но мы сегодня зато посмотрели уже, сколько, два фильма? Мы посмотрели, досмотрели «Поменяться местами» и «Поездка в Америку». Начали Фанни и Александр, и уже больше половины посмотрели, и Аня, этот фильм мне нравится! Ну я не восторгла! Так, и сегодня, о, это мой почерк, мой любимый фильм «Интуиция!» Они фокусируются, но мы все поняли. Интуиция! Очень хороший фильм! Так, эфир провели, я эфир провела. Мама видео сняла. Я сняла только первую часть видео. Я еще сегодня по разным делам ходила туда-сюда. У меня на эфире как раз спросили, ты выгуливать макияж будешь? Или как? Я уже накрасилась, уже сходила куда мне надо, вернулась, сняла макияж и для вас накрасила зеленым. Если вы заметили, в этот раз я не наклеила ресницы. То, что я макияж только показывала... Да, кстати, у меня наклеены ресницы. Да, наклеены ресницы, круто! Это первый раз, когда я ей клею ресницы. Мне понравилось, очень выразительно. Ну, напишите, понравилось вам или нет. Ну, мне нравится, очень выразительно. И мы решили выполнить вашу тоже давнюю просьбу рассказать про наш зимний уход, который, не знаю, чем отличается от летнего, но, видимо, чем-то отличается. Ну, чем-то, конечно, отличается, потому что все-таки весной и осенью так сильно увлажнять кожу не приходится. Да. Летом тоже, в принципе, вот как раз в конце лета очень нужно серьезно увлажнять кожу. Ну, а зимой это просто вообще ужасно, когда включают отопление. Очень сухо. Да. Так что, нет, конечно, отличается. Ну, что? Ну, давайте начнем с очищения. Мы снимаем макияж с лица. Кстати, макияж с глаз я не взяла, чем я снимаю. Ну, я взяла свой. С лица мы снимаем обе макияж мицеллярной водой Горне. Вот такой. Или я иногда еще снимаю вот такой двухфазовой жидкостью, как она называется. Тоник Экспресс One Step Fascial Cleanser. Это Клоранс. Здесь, знаете, такая, ну, для моей кожи хорошо. Вот как раз для сухой кожи. Маслянистая, да? Да, маслянистая. Очень хорошее средство. А мне вот этим хорошо все снимается. Ну, это не жалко. Его можно выливать сколько угодно. Ну, копейки стоят. Я умываюсь вот этим средством. Вам не видно, потому что оно белое. Это очищающее средство с хлопком. Клоранс. А я тоже от Клоранс. Gentle Foaming Cleanser с маслом Ши. Ну, они почему-то называют с маслом Карите. Ну, это одно и то же, в принципе, но написано с маслом Ши. Написано Ши. А в основном в магазине и, по-моему, в проспектах тоже пишут, что с маслом Карите. Вот это мое средство. Оно тоже очень жирное. И, ну, действительно, вот зимой его хорошо используют. Я несколько раз пробовала этим средством помываться. Мне очень жирным. Потому что у нее жирная и комбинированная кожа. Вот так вот сразу. Ну что, давай рассказывай про эти штучки. У меня нет. Утром я для очищения и тонизирования использую вот эти два средства из Эрифлейма. Из серии Королевский бархат. Ну и, наконец, снимаю макияж СВЕК. Это тоже Эрифлеймовская жидкость для снятия макияжа двухфазная. Она вообще для снятия водостойкой косметики. Да? Что? Да, 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 да. Она же для снятия водостойкой. Что тут написано? Да, да, да. Ну и тоже она... Я ею постоянно пользуюсь круглый год. Но вот эта маслянистая фаза, она помогает любую тушь абсолютно снять. Дальше мы сейчас покажем вам основной наш уход. Ну вот тонизируем кожу. Держи. Да. В основном мы вместе используем тоник вот такой Clorans с алоэ для чувствительной кожи. Он такой, знаете, не то что гелеобразный, но он вроде как и жидкий, но вроде как гелеобразный. Но мне нравится, он очень хорошо успокаивает кожу. Гелеобразный. Он как бы тоже жирноватенький вот немножко кажется. Но такое ощущение, в общем, он тягучий. Да. Тягучий. Он не совсем жидкий, вот прям как вода-вода. Не такой, как вот этот. Ну, а сейчас я использую вот это вот средство новое. Мы вам его показывали, что мы его купили. Эссенция или лосьон? Нет, это называется... Эссенция. Эссенция, тритмент, это что такое? Смягчающая. Ну, как лосьон такой получается. Ну, в одном магазине на Вриф Гоши объяснили, что это как бы процедура, которая подготавливает кожу для того, чтобы сыворотка вот эта вот двойная, дабл сиром, лучше проникала в глубокие слои кожи. И не только эта сыворотка, но и красненькая тоже сыворотка. Какая? Ну, ты её просто сейчас не пользуешься, ты сейчас дабл сиром пользуешься, а вот в этой же серии, в этой красненькой серии... А, я давно той не пользуюсь. Да, есть сыворотка. Потому что вот эта-то сильнее дабл сиром. Но в Ильдеботте нам сказали, что это типа тоника. Ну, он как бы круче, он лосьон, тоник, но он совмещает в себе два этих... Ну, во всяком случае, я сейчас дважды в день, перед нанесением, после тоника, перед нанесением вот этой дабл сиром, двухфазной сыворотки, я наношу вот это средство. Ну, действительно, кожа становится более разглаженной и действительно, как будто вот просто, как мой папа говорил, как Христос по позу босиком прошёл. Мне эта штука не подходит. И не по возрасту, а у меня, мне это, мне щипать начинает. Дальше мы делаем одинаковый шаг. Мы наносим дабл сиром. Просто каждый по-разному, в разной дозировке наносит. Я наношу по максимуму три булька. Вот почему она так быстро заканчивается. Даже ещё и на декольте, на шее. Вот меня просят рассказать, как я ухаживаю за областью декольте и за шеей. Но всё очень просто. Либо обычными кремами пользуюсь, либо я пользуюсь специальными кремами. В настоящий момент я наношу полностью на лицо, шею и декольте вот эту двойную сыворотку. И потом на шею и декольте наношу специальный крем возрастной. Называется он Super Restorative. Для декольте и шеи. Это для возрастной кожи. А я наношу, утром наношу полбулька. Тут есть разделение, можно переставлять. Полбулька утром и один бульк вечером наношу. Маленький или большой? Один маленький утром, это полбулька. И один большой вечером. Понял. А потом я использую вот такой крем. Это тоже Clorans. Розовенький мультиактив. Для век? Мультиактив для век, да. Он в принципе вот с такой металлической штучкой. Ой, я не даже не видела. Которой можно вот так вот массировать. Но я ничего не массирую. А почему? Я просто наношу и всё. Ну, я не знаю. Мне кажется, эта штука сама не особо что делает. Ну, помнишь, у нас был ролик с роликом крем в Арифлэме. И очень хорошо, мне нравилось. Такую прохладу какую-то на глаза даёт. И прям разглаживает. Вот так поделаешь, поделаешь этим роликом. И прям так разглаживает. Посмотрим, может я вернусь к этому. И потом наношу этот гель для комбинированной, для нормальной комбинированной кожи. Мне, в принципе, в магазине сказали, что его рекомендуют больше на лето. Но он мне очень понравился, потому что у меня нет раздражения с ним. У меня нет высыпаний, прыщей каких-то. И, в принципе, кожа увлажнённой остаётся. Но пока мне это средство нравится именно в сочетании с сывороткой в дабл сиром. Потому что без сыворотки я один раз его нанесла. Кожу у меня в трубочку свернулось. То есть, в общем, было очень-очень сухо было. Получается, дабл сиром даёт жирность, питание, а это увлажнение. Вы знаете, кстати, несмотря на то, что вот эта двойная сыворотка сейчас намного жирнее, чем предыдущий выпуск. Она лучше впитывается? Я не знаю. Я наношу сначала вот эту вот эссенцию, потом наношу вот этот дабл сиром. И если я забываю всё-таки, и спускаюсь вниз, забываю дневной крем нанести, через некоторое время я вспоминаю, что я не нанесла крем, потому что стягивает кожу. Я не знаю почему. И только после того, как я крем нанесу... Как ты не знаешь почему? Батареи? Мама батарея. И только после того, как я крем нанесу дневной, я уже чувствую себя хорошо. Человек. Ну как это так? Ну как это так? Так, кремики свои показываем? Да, у меня есть. У мамы... А, я наношу свой утром и вечером. У меня утро-вечер одним цветом. А у мамы утро-вечер... А у меня есть один. Вот это ночной, это дневной. Всё из этой серии. Наношу вот на всё лицо и вот здесь вот под подбородком. Всё остальное... А всё остальное идёт шея и декольте. Это тот крем, который я вам показала. А скажи, какие у тебя? Они же разные там бывают. Вот дневной SPF 20. Для очень сухой кожи. Для всех типов кожи SPF 20. Да. А второй для очень сухой кожи. Ночной для очень сухой кожи. Да. Ну и для век я сейчас наношу и утром, и вечером. У меня просто закончился тот крем, который я наносила утром, этот я наносила вечером. Это Super Restorative, опять Total Eye Concentrat. Чё, как это говорится? А, что? Ну, ты так не слушаешь, что ли, что я тебе рассказываю? Super Restorative что-то... Ну да, Total Eye. Да. Total Eye. В общем, короче, наносится вот так вот, полностью, как маска. Это мы неделю назад вспомнили. Да. И вот на переносицу сюда, на зону вокруг глаз и на виски. Да. В общем, вот фантомас, на всю вот эту вот зону маски фантомаса наносим. Вот, но кроме этого, кроме того, что мы пользуемся таким основным уходом, у нас он, конечно же, разный, потому что у нас разный возраст, разные потребности кожи. Но кроме этого, мы зимой очень активно используем маски. Нет, мы всегда активно используем маски. Просто еще разный. Да. Разный. Я, например, зимой подключаю вот эту вот маску. Это питательная маска от Eryflame из серии Essentials, что ли? Да, Essentials. С маслом макадамии и орехом. Она питательная, очень хорошая маска. И она, кстати, вы знаете, хитро так появляется как раз в зимний период в каталоге. И я ее сразу набираю. Сокупаешь много. Да. И ее нужно наносить на 20 минут. И полностью можно и лицо, и шею, и зону декольта обмазывать. Я питательными... Маска очень зимой у меня хорошо идет. Я питательными масками не пользуюсь, потому что после питательных масок мне сразу нехорошо кожа становится. Она начинает зудеть страшно. Если у кого-нибудь есть в арсенале питательная маска для жирной комбинированной кожи, склонной к высыпанию, я бы с удовольствием узнала о такой маске и, может быть, даже попробовала. Я делаю... Ну, вот дальше мы с мамой используем вот эти три маски вместе. Ну, не вместе в смысле за один раз. Да, сейчас у нас... Мы такие ленивые, хитрые. Сейчас у нас очень хорошо идут маски, которые не нужно смывать на ночь. Вот просто наносятся... Вместо крема. Вместо крема. Или можно поверх еще и крем нанести. Вот поверх... Вот это наносится единственная маска. Это Арифлеймовская маска. Новая. Новая. Она наносится на крем. Она единственная такая, какая-то интересная. Не знаю, почему первый раз вообще в жизни я такое вижу, слышу. Да. Но она мне нравится. Очень хорошая. И мы ее использовали. Ну, ты ее наносишь поверх крема и ложишься спать. И мы ее уже использовали. Ну, вот. Там не видно белое. А потом вот такая супер увлажняющая. Называется она Drink Up. Она тоже не смывает, просто нанести на ночь? Да, да, на ночь. Просто в дозе крема, вместо крема. Называется она Drink Up. То есть, ну, напейся кожа. Она увлажняющая Origins. И она мне тоже очень нравится. После нее прям вот просыпаешься и такая кожа, ну, реально увлажненная. Вот морщинки куда-то одеваются. А я ее недавно нашла в пакетике. Я ее еще, по-моему, не пробовала, да? Нет, ты один раз наносила. Не помню я ее. Надо попробовать, потому что она так хорошо рассказывает, что хочется все попробовать. И еще одна маска. Она встречает нас всегда надписью Hello Sexy. Это маска... Аня не хочет быть секси, говорит. Мне эта маска не походит. Нет, почему? Я ее маска. Это Glambox. Это Glam Glow. Glambox. Это Glam Glow. Ты наш... Наш фашн. Ты наш. Я вообще такая молодец. В общем... Вы раньше такая не были. В общем, это Glam Glow. В принципе, эту маску наносят на 15-20 минут, по-моему. Но мы ее наносим тоже на ночь. Нет. Там написано, что можно использовать двумя способами. Я не видела этого. Но... Она пахнет кокосом. Но она... Это такой плюс. Нет, это минус. Она не просто кокосом пахнет, она пахнет отдыхом. А представляете, она еще и по цвету какая-то не очень. Ультрамат. Ну, она классная. И ее мы тоже наносим на ночь. Плюс этих масок в том, что стоят они столько же, сколько все остальные маски. Но используются они так же долго, как крем. А может быть, еще и дольше. Потому что, ну, сколько вы на ночь можете нанести? Да, толстым слоем же не получится. Потому что вы утром проснетесь либо с прыщами, либо с отеком, либо еще с чем-нибудь. Тут немножко наносишь и все. А стоят они столько же, сколько обычной маски. Вот, так что... Еще что-то? Да, я еще хотела сказать, кроме вот этих масок увлажняющих, я наношу раз в месяц. Раз в месяц. Строго. Строго, да. Не чаще. Вот такую маску, она с углем Origins. Почему не чаще? Потому что она, видимо, я ее схватила. Да мы ее купили-то месяц назад. У тебя очень странно время идет. Мы ее, мам, купили на Vogue Fashion Night. Vogue Fashion Night была в сентябре. 6 сентября. Сейчас декабрь. Что и как время летит? Месяц назад. Чужие маски быстро расходятся. Да, ну, в общем, она очень сильно очищающая. Она прям все-все-все-все-все вытягивает. И я ее сначала начала каждую неделю наносить. И почувствовала, что особенно вот в зимний период очень сохнет кожа. Прямо чувствуется, что морщины все вылезают. Это минус всех абсолютно очищающих масок, потому что они высушивают кожу. Очищающие, лифтинговые маски. И сразу после них обязательно нужно какие-то увлажняющие средства. Причем такие кондовые. Вот этих масок, да. Да, обязательно. Ну, вот я использую раз в месяц, и, в принципе, мне хватает этого. Это весь наш уход. Ну, не весь. Ну, почти, да, весь. Ну, я надеюсь, что вы рады и счастливы, что мы вам все это показали, потому что в прошлом году нас просили, мы так и не сделали. Ну, в этом году, наконец-то, мы вообще реализуем в этом году все ваши желания. С фотографиями, с зимним уходом. И теперь ждем от вас тоже. Конечно же, чем вы пользуетесь зимой по уходу за лицом? Как у вас меняется уход за лицом по сравнению с летом, зимой? Может быть, вы тоже какие-то маски питательные или еще какие-то делаете? Кремы меняете, что-то еще меняете в своем уходе. А мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Мы любим понедельники. А то. Присоединяйтесь к нам. И мы будем вместе их любить. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok